Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это прямой эфир. Меня зовут Олег Соловкин и в эфире проект интервью дня. В минувшее воскресенье Одесса встретила бойцов 28-й механизированной бригады, которые вернулись с передовой. Служили солдаты на позициях возле Марьинки, недавно демобилизовались и приехали домой из Кривого Рога. Всего прибыло 38 бойцов. И вот один из них, Иван Кичук, сегодня гость нашей студии. Здравствуйте, Иван Михайлович! Всего три дня, как вы находитесь дома, но, тем не менее, нашли в себе силы и согласились на это интервью. Мы благодарны вам за это. С возвращением вас. Спасибо. Если я не ошибаюсь, почти год вы провели в зоне боевых действий и, собственно, столько не видели своих родных и близких. Каково моральное состояние и как вас встретили? Встретили вообще шикарно. С радостью, со слезами на глазах. Долгожданно. Что я жив, здоров. Как чувствуете себя? Ну, слава Богу, нормально. Хорошо. Что известно вам об остальных сослуживцах, которые вернулись вместе с вами? Вот каково их состояние? И, быть может, кто-то нуждается в психологической помощи? Ну, наверное, мы все нуждаемся. Ну, все говорят, что все нормально. Обживаются, свыкаются с гражданской жизнью. У вас была возможность все это время хоть как-то поддерживать связь со своей семьей? Да, конечно, все время. Все время? Да. Ну, бывало, что пропадала связь, но это все равно каждый день я мог... Бывало иногда, что день-два, но это очень редких случаев. Мы находились все равно как-то связываться. Родной голос слышали? Конечно, обязательно. Без них нельзя. Спасибо им большое, что они нас поддерживали. И дети, волонтеры постоянно присылали всякие и письма. Есть даже у меня с Испании письмо от ребенка, от девочки. Она, ну, гордилась нами, подбадривала, ну, со слезами, все там описывалось. Собственно, это все это время и передавало силам. Ну, конечно, конечно. Знаешь, что нелегким был обратный путь, могли и приехать гораздо раньше, но волонтерский автобус, с которым ехали, сломался на полпути и в результате перешли... Нет, это не волонтерский. Не волонтерский автобус? Нет. Это наш старый ЛАЗ, 28-й бригады. Кстати, руководство отказалось от волонтеров. Почему? Именно Одесская, Николаевская, Херсонская, не знаю. Сказала, что мы сами доставим. Но вот наш автобус не доехал, задымился и сломался. И благодаря запорожским волонтерам, спасибо большое, мы доехали до Запорожья, потом купили за свои деньги, опять же. Хотя должны быть проездные, но это не столь важно для нас было, потому что ехали домой, родные же все уже знали, что мы едем. Поэтому нам было главное приехать домой и увидеться наконец-то. Тем не менее, без помощи волонтеров не обошлось. Конечно, конечно. А насколько сильной она оказалась за весь этот период? Чем помогали? Кто именно помогал? И вот если бы не волонтеры, на ваш взгляд, готово ли государство обеспечить своих бойцов всем необходимым? Ну, государство готово, потому что за счет, опять же, населения все были собраны, мы знаем, сколько миллионов. И эти миллионы куда-то пропали, потом неизвестно. Ну, было разное, на генеральские машины, то еще, но неважно, это их, как говорится, на их совете. Но волонтеры Одессы, есть Ильичевские волонтеры, области очень много, потому что Балского района, Каминтерновский, очень много. Днепропетровская очень сильная волонтерская группа, с Полтавы, западные областя. Ну, короче, нам все здорово помогали, и без них было бы очень тяжело. Хотя, да, питание, все, ну, были перебои, в зависимости и от погоды, и от разных времени года, естественно, и от боевых, как говорится, всяких. Ну, были и мирные какие-то дни, ну, было, когда было очень тяжело. Вот тот день, когда отправились в зону АТО, я уверен, что вы его помните, все началось со звонка? Нет, мы собирались на широком лане, на полигоне, нас собирали. Мы выехали оттуда 24 сентября. В зону АТО мы вошли 26-го, но фигурирует по всем документам 29-го. И 29-го мы заступили именно на пост под Донецком, прямо на трассу. Как быстро освоились на месте? Или на это время не было? Не то слово, освоились. Не то слово. Утром мы проснулись, увидели эти терриконы здоровые, там их 13 терриконов. Это перед Маренькой, село Александровка. Она не наша, буквально 2-1,5 километра. И постоянно оттуда нас обстреливали и днем, и ночью. Ну, первую неделю было это... С вами нельзя передать. Жутко. Конечно, конечно. Ну, а на 9-й день мы уже... Было на нас дважды нападение. Две машины. Сперва одна. Это значит 10-15. Погиб сразу Ткач Виталий. Антонюк, командир отделения Руслан, был тяжело ранен. Очень тяжело. И Федотов Саша Сизмаила тоже был ранен, но более... Ну, все равно. К сожалению, потеряно. Потом была, буквально... И буквально моя смена заступила сразу же. И после 12 часов, где-то через 2 часа буквально, плюс-минус, я точно сейчас напомню. Была вторая машина. И я должен был ее встречать. И, возможно, было бы то же самое, то, что и с моими товарищами. Могло бы и не быть меня. Но... Командир смены сказал, и поменял решение, сказал, мы не принимаем, мы ее возвращаем. А если она попытается прорваться, мы ее расстреляем. На 4-3 раза мы ее возвращали. Ну, естественно, стрельбой. Потом, четвертый раз она пошла на прорыв. Мы ее расстреляли. Тем самым сохранили свою жизнь, жизнь своих товарищей. Но те, кто были в машине, погибли. Ну, вот смотрите. Тем не менее, как вы считаете, перемирие действует или нет? Вот именно первое время нет. Первое время... А что мешает этому перемирию или кто его нарушает? Они постоянно... Вооруженные формирования ДНР. Я могу говорить про ДНР, потому что я под Донецком стоял. Луганские тоже самое делали. Они постоянно провоцировали, постоянно... И первое время мы отвечали, но не так. А потом мы тоже научились. Если была провокация, естественно, была сразу ответная реакция. Мы применяли оружие, и они успокаивались. И какая сейчас там обстановка? Сейчас обстановка в нашу пользу. Будем так говорить. Ну, по крайней мере, пока мы там были. Благодаря чем-то удалось добиться? Благодаря опять нашим командирам. И потому что мы перестали, есть такое выражение, терпилами быть. У нас работает разведка, корректировщики. Если мы видели, что идет посты поставить... У нас были круглосуточно. Если шла или живая сила, или техника открывала, была команда на поражение и отвечали. Они до последнего даже... Я с уверенностью могу сказать, что 28-ю бригаду не боятся, как огня. И ждали с нетерпением, когда мы уйдем. Даже перезванивали, потому что была связь. Перезванивали, что когда же вы уйдете? Скоро или нет? Потому что есть информация. Местное население все равно. Хотя, в отличие от первой половины года, было очень много поддерживающих ту сторону. Нас очень, ну так, боялись. А сейчас большая половина понимает, что их обманули и не поддерживает нас. Они поняли, что с Украиной им все-таки лучше, нежели. Потому что они... Как говорят, почему с Украиной лучше? Ну, почему? Потому что они видят, что происходит там. И что делает Россия там. Она вывезла все наши стратегические объекты, заводы. И по сей день вывозит и металл, и уголь, и все то, что ей надо. Но возит, как говорится, очень мало. Наша армия стала сильнее за полтора года, как вы считаете? Да. А за счет чего? Как я и говорил, сперва она была на коленях, а теперь она поднялась и стоит очень... Потому что мы научились воевать. У нас есть классные офицеры, классные сержанты, классные солдаты, профессионалы своего дела, которые выполняют поставленную задачу сразу, своевременно и четко. То есть профессионалы в нашей армии есть? Они и были, они и были, просто сейчас поменялось немножко, понимаете, как, наверное, люди стали понимать, что происходит. Потому что даже то, что у нас произошло 2 мая, многие поддерживали, потому что не понимали, что нельзя этого делать. А сейчас уже совсем иначе. Потому что видно, мы России не нужны, России нужна слабая, разрозненная Украина, чтобы ей можно манипулировать и что хотеть, то и делать. А народ обманывает. Даже мы там находимся, и нам приходят постоянные смс-ки. Вспомните Яловайский, Дебальцева. Вы снова будете в плену, в окружении, и вас ждет та же участь. Вчера погиб такой-то мальчик, фамилию называют. И это кровь на вашей совести. Что скажут ваши дети, как и так далее. Моральная атака идет по-любому. Но мы на это не обращаем внимания, потому что мы понимаем, что мы не те, которых можно запугать именно словами. Ну вот вы говорите, армия наша стала сильнее, профессионалы в ней есть. Почему же тогда не исключают дальнейших призывов и мобилизацию? Что скажете по этому поводу? Ну потому что, наверное, вот как я, целый год. Есть многие ребята, которые остались, подписали контракт. Сейчас даже на полгода остаются, до декабря. Многие хотят вернуться к гражданской жизни. Мы все-таки мирные граждане. И мы пошли воевать, защищать свою Украину и Родину. Потому что видели, что это надо. Ну а теперь, и поэтому, наверное, приходится, пока нету... Хотя президент говорит, что хочет контракт на армии. Контракт перевести. Но для этого надо не платить за ответы. А где же столько добровольцев взять, чтобы... Где же столько добровольцев взять, чтобы пошли... Ну а даже столько, сколько сейчас есть, если заплатить им не ту зарплату, которую мы получаем, а соответствующую, наверное, многие бы и молодые остались. Какую зарплату вы получали? Ну, моя зарплата 2 300. Зарплата. Но поскольку я нахожусь в зоне АТО, я получаю еще АТОшные 2 500. Вот и вся моя зарплата. Многие говорят, что пошел за денег так. Пусть каждый идет. А изначально вам эту сумму обещали? Нет. Изначально рассказывали, вы же сами слышали по теме, что тысячу гривен в день и так далее, и так далее. Ну, этого, как говорится, не произошло и вряд ли произойдет. Ежели, конечно, не будет контрактной армии и не подымут. Вот как сейчас новую полицию, да. Но это, опять же, не та зарплата. Ну и я понимаю, что правоохранительные органы должны получать, но стоять на фронте и каждую минуту погибнуть, отдать, как говорится, жизнь за Родину и получать такие деньги – это совсем разные вещи. Скажите, мы по-прежнему не наступаем? Нет, мы не наступаем. Но если будет политическая воля… То есть нет команды свыше? Да. И примет наш командующий, главнокомандующий, президент, что мы… Хотя вроде бы была такая информация, что если… Типа мы даем им сейчас статус на три месяца ДНР, ЛНР, но они должны выполнить ряд условий. Если они не выполняют, мы тогда берем… Но вы должны понимать, что идти в наступление – это материально и физически будет нам стоить дорого. А во-вторых, погибнут те же мирные жители. А одержать победу без наступления возможно? Ну, возможно. Вот сейчас очень эффективно это действует, потому что перекрыли экономически. Но все равно находятся наши бизнесмены, которые через границу Харьков, заезжая в Россию, и через открытую границу Луганской республики, заезжают и… Ну и Ахметов тоже самое, везет туда документарную помощь. Ну, что раздает, то продает. Три дорого там, очень дорого. И я не знаю, как они зиму проведут. После зимы будет все ясно. А Россия им не будет помогать, она им не нужна. А вот что касается эффективного оружия сдерживания, способного нанести непоправимый урон противнику, в том числе и на его территории, оно есть у нас? Есть, конечно. Его достаточно? Оно задействуется? Ну, даже если взять все загашники в Харькове, все склады забиты нашей новейшей техникой, и она продается. А что это за оружие вообще? Ну, это и танки, и БМП, как говорится, нового поколения. Это тройка, как мы говорим, вместе копейка, едини. БМП-1, БМП-2. Даже БМП-2 очень эффективная, но хотелось бы, чтобы она была лучшего качества. Потому что мы его, ну, конечно, силами бригады, силами волонтеров ремонтируются на месте. И опять, ну, зачастую оно на складах, когда мы, вот мы ехали, с Шерлана выехали, мы проехали опять 20 километров, оно загорелось и взорвалось. И мы чудом остались живы, не доехав еще, не выехав даже со своей территории. А вот за это время были моменты, когда вам необходимо было подкрепление? Да нет, мы справлялись всегда своими силами, у нас было достаточно. Наверное, потому что надеялись только на себя. Просто, просто надо было команда. Но порой ее зачастую не было. И мы, мы стояли, держали свои позиции. Ну, потом немножко, видно, поменялось политическое видение наших руководителей, наших командиров. А зачастую наш командир, вот я говорю в данном случае, а командир роты капитана Васильева, он погиб, в Вечную память, 31 мая на Троицу. Его диверсионная группа. Ехал он с группой, тоже, со своей группой, попал в засаду, и был тяжело ранен, а потом очень цинично добит. И, ну, что я имел в виду, что он всегда, он всегда брал на себя смелость и давал команду на поражение. Потому что, если ждать, они не идут с нами здороваться, они идут на нас с целью убивать. А для того, чтобы мы им уцелеть, нам надо в ответ стрелять. Почему в конфликте не используется авиация, на Ваш взгляд? Вот Минские договоренности не выполняются? Или ПВО страны, как целостная система, у нас отсутствует? Ну, может, я не сильно буду как компетентен в этом, но, насколько я знаю, это, будем так говорить, дорогое удовольствие. Оно есть у нас. И оно неэффективно. Неэффективно? Ну, не то, что неэффективно. Сейчас в основном работают танки, САУ, минометы крупного калибра, ну, естественно, артиллерия. Как Вы считаете, нам удастся отвоевать Восток? И не снижает ли моральный дух наших бойцов затянувшийся конфликт? Нет, он не снижает. Ни в коем случае не снижает. Потому что, если я доброволец, я пошел. Да, мне что-то там не нравится, что-то я понимаю, что это не так. И в политике, и в нашем руководстве, именно бригады. Но все равно, я уверен, что у нас, мы боремся за правое дело, мы боремся за нашу землю, за наш народ, за своих детей, за своих, у меня и внуки есть, чтобы они жили в этой стране свободными людьми. И ни в коем случае мы не хотим, чтобы то ли это будет Россия, то ли еще какая-то страна, чтобы она нам диктовала свои условия. И как хотела, так нас сегодня, так завтра. Сегодня приголубит, завтра поголовки даст или там всякими санкциями. То газ, то еще шок. Не, ни в коей мере не снижают. Наверное, поэтому и многие ребята и остаются. И не то, что из зарплаты, и сейчас она и так маленькая, то, что в стране у нас многие говорят, ну, нет работы или маленькая зарплата, или еще. Нет, это не в этом дело. Просто они знают, что за что они там находятся. Вы готовы вернуться в зону боевых действий? Нет, я готов. Я физически, морально, я готов. Но, я говорю, мне уже за 50, и за год, за год, моя жена, и в целом семья устала, в основном жена, и болеть начала, она просто не выдержит второго раза. У меня сын с первых дней рвется, ему 27 лет. Ну, мы как-то уговорили. Ну, если он сейчас примет решение, я приму его решение. И мама, скрипя сердцем, и, наверное, со слезами, и с руганием, и с матом, но если он примет такое решение, он пойдет. И, знаете, почему я еще, может, не пойду? Потому что за год службы в армии, ни администрации Малиновского района, ни городские власти не помогла ничем моей семье. Хотя они многое говорят. Хотя в других регионах, я знаю, местная власть помогает всем. Всем помогает. Я благодарю вас за эту беседу. Мы желаем вам как можно скорее восстановиться, и если удастся, по возможности, как можно быстро забыть ужасы, наверное, прошлого года. Боец 28-й Одесской механизированной бригады Иван Кичук сегодня был гость в нашей студии. Вы смотрели интервью дня. До встречи. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин